здравствуйте дамы и господа вы смотрите программу выше крыши на телеканале орбита стоп ты хочешь так начать нашу передачу ну можно и по-другому привет девчонки и мальчишки а если у телеэкранов есть взрослые то вам тоже пламенный привет ну так то лучше поехали смотрите сегодня в программе школьники учебно-воспитательного комплекса стали победителями всеукраинского конкурса мы хозяева евро 2012 юные натуралисты провели конференцию под названием юнат навсегда далее иван обельмаз даст парням несколько советов по выбору одежды затем узнаем какими себе представляют идеального парня и идеальную девушку современные подростки после чего познакомимся с ярким представителем хип-хоп культуры из города родинска эмси вэлом и на десерт премьера клипа молодого рэпера не пропустите чемпионат европы по футболу евро 2012 давно закончился но несмотря на это о нем до сих пор продолжают говорить у нас тоже есть повод вспомнить о этом замечательном футбольном празднике знаете какой смотрите следующий сюжет ученики красноармейского учебно-воспитательного комплекса стараются принимать участие во многих конкурсах и соревнованиях будь то интеллектуальных спортивных или творческих на этот раз ребят можно поздравить с победой в конкурсе под названием мы хозяева евро 2012 который проводила всеукраинская образовательная сеть еще дэнэк юэй денис ивко андрей солонинов и андрей усаченко стали призерами в номинации экскурсоводы парни создали туристические маршруты для иностранных гостей на украинском и английском языках это был можно сказать титанический труд тому я сразу сказал когда вынесла всю работу я сказал что если не будет хотя бы призового места то я буду очень расстроенный тому я был очень рад когда узнал все про это маршруты которые разработали ребята рассказывали о том какие достопримечательности нашей страны обязательно стоит посетить туристом разработали маршрут изюма харьковской области до донецка протягом этого шляха мы запреполировали отведать такие места как красноскольское водосховище изюмский дендропарк блакитные озера та место солидар в качестве приза парни получили замечательные сувениры фирменный футбольный мяч евро 2012 а также коллекцию книг чемпионата европы из которых ребята смогут узнать познавательную информацию об истории проведения футбольных еврокубков не исключено что эти знания пригодятся им для победы в новых конкурсах оль а ты знаешь что такие юнаты чем они занимаются конечно юнат это юный натуралист юный исследователь природы эти ребята пример для подражания они следят за окружающей средой и оберегают ее а еще я знаю что в красноармейском районе уже более 50 лет действует станция юных натуралистов совсем недавно у них состоялась очередная конференция юнат это навсегда первый кружок юных натуралистов был создан в далеком 1918 году при биологической станции юных любителей природы советское время кружки юнатов пользовались огромной популярностью среди детей а ведь сейчас так важно прививать любовь к окружающей среде с раннего возраста красноармейской районной станции юнатов экологическое воспитание получают более 300 воспитанников главная цель нашей работы это экологическое воспитание подрастающего поколения и с этой целью сегодня мы проводим второй раз проводим такую ученическую конференцию которая нас наносит название юнат цена завжди станция юната включает в себя 15 различных кружков конференция стала итогом их работы присутствующие рассказали о своих достижениях за год поделились впечатлениями от поездок мы видали историю культурной заповеднике казацкие могилы в месте берестечку где нам рассказали про историю кака былася беда цього месяца про битву национальные звездные дни под проводом богодана хмельницкого где казацкие войска ну програли эту битву они запомнили своей мощностью я образила наших врагов многие из ребят уже несколько лет являются юнатами стараются соответствовать своему званию кто-то совсем недавно присоединился к юным натуралистам но всех их объединяет одно любовь и интерес к окружающей среде и к людям я записалась на кружок потому что мне очень нравится цветы природные материалы и делать из них различные поделки наша цель кружка чтобы окружающую среду нашу сохранять оберегать помогать и мы садим там деревья помогаем различные экскурсии чтобы дети понимали что такое окружающая среда и как ее защитить хотя это только первый год мы здесь нам нравится садить деревья мы помогаем оксане васильевне также убирать природу на помогать всем людям чтобы наша природа была чистой и красивой наш кружок называется юные психологи мы изучаем людей душу людей среду обитания где мы живем это очень увлекательно и познательно я подготовил работу на тему памяти и релаксации я думаю что это очень такого полезная тема в наше время ведь люди разучились расслабляться релакс минутку юные психологи провели для всех присутствующих участники и гости мероприятия взялись за руки закрыли глаза и представили теплое яркое солнышко насколько расслабляет эта процедура трудно сказать но открыв глаза все мило улыбнулись затем чтобы узнать друг друга лучше провели небольшой тест нужно было нарисовать лицо человека с помощью нарисованных яблочек юнаты смогли узнать характер друг друга к примеру круглая означает невнимательность к окружающим самопогруженность сплюзнутая общительность уступчивость вытянутая склонность к анализу а с листьями и червячком символизирует изобретательность и напоследок студия экологического дизайна подготовила мастер-класс как из кленовых листьев сделать розу перемо листочек верхний краечек опускаем вниз до изнаночки далее баками листочки мы опускаем серединочку формуючи бутончик таким чином и литочкой все цель трошечки закручиваем знов таки ложим листочек лицем до середины и на изнанку опять выворачиваем цель листочек и снова в серединку али форму его як бы обкручуючи трошечки бутончик чтобы получилось яку розочки мы рассказали вам лишь о малой части того чем занимаются станции юных натуралистов надеемся что знакомство с этими удивительными ребятами у нас обязательно продолжится в отличие от девушек парня уделяет своему внешнему виду намного меньше внимания это общеизвестный факт мальчишки очень часто совершают ошибку и одеваются так что их наряд не соответствует этикету наш корреспондент ваня обельмас решил дать парням несколько советов о том как и куда лучше одеться для многих молодых людей спортивный костюм это самая модная вещь на все времена это конечно удобно и практично ведь он предназначен для тренировок но точно не для повседневной жизни а парни умудряются одевать его и на пробежку и на свидание к девушке и даже в школу а это неправильно в школе очень строго относятся к внешнему виду учеников конечно не обязательно соблюдать правила белый верх черный низ для того чтобы произвести на учителя хорошее впечатление достаточно выглядеть опрятно если вы пригласили свою спутницу на свидание то одеться нужно неповторимо в этом случае подойдет интересное сочетание джинсы и стильный пиджак главное небольшой контраст в одежде внешний вид парня на свидание очень важен но не стоит забывать о том что нужно не только выглядеть как джентльмен но вести себя так в чем же пойти на прогулку с друзьями по сути можно одеть все что угодно главное одеться по погоде и чтобы было удобно отправляясь на день рождения или любую другую вечеринку можно разнообразить свой стиль классикой а именно выбрать брюки которым подобрать рубашку нежного цвета розового зеленого или персикового и книжи лет отличным аксессуаром к такому наряду станет бабочка важным элементом образа являются детали которые должны сочетаться и дополнять друг друга по правилам делового этикета пиджак принято застегивать лишь на одну пуговицу пословица в которой говорится о том что встречают по одежке не врет поэтому уделяйте внимание своему внешнему виду и одевайтесь соответствующе интересно что в 17 веке мужчинам нравились женщин с лебединой шеей осиной талии и пышными бедрами в 15 веке женщины любовались мужчинами которые отличались своими длительностью плавностью движений бояре редко торопились это считалось признаком достоинства и величия времена меняются вот мы решили узнать у современных подростков какими они себе представляют идеального парня и идеальную девушку идеальный парень должен быть мужественным суметь постоять за себя и за свою любимую девушку симпатичным я таких встречаю не очень часто добрым отзывчивым который не придаст а по внешности красивым мне кажется он должен быть романтичный и очень внимательный за тобой должен за тобой всегда ухаживать глаза у меня должны быть голубые там волос у меня одна брюнет он должен быть зеленоглазый светленький или темненький без разницы он должен быть сильный и красивый парень должен быть верным честным и веселым ну внешне не обязательно чтобы он был красивым приятным внешность умным достойным мне чтобы был блондином длинненькие волосы и красивая улыбка такие парни это большая редкость я их не часто вижу высоким красивым с хорошим характером он должен быть красивым умным чтобы меня защищал сейчас все можно сказать они девочка бежают они можно сказать сейчас плохие мальчики лично для меня это должны быть длинные волосы голубые глаза честным и верным любящим и ромой заботы для меня идеальный парень это джонни дэм парень должен быть сильным умным щедрым и красивым хотя бы чуть-чуть но он должен быть добрым красивым не обзываться должен быть опорой для семьи какой по твоему мнению должна быть идеальная девушка ну должна быть добрая хорошая которая любит работать не должна ни пить ни курить а внешне черные волосы карые глаза такие девушек нелегко отыскать талантливая в чем-то хорошая добрая умная ласковая красивая чтобы вопросов он уходящих не задавал мне нравится зеленый цвет глазом допустим коричневые волосы умный а внешне красивые волосы как у тебя надо чтобы она работала ну дома хотя бы потом ухаживала за детьми ну что еще любила идеальная женщина должна готовить мне офигенный борщ и хорошо владеть мне рубашки а внешне как она должна быть она должна быть красивая милая в душе очень тихая главное с душой без средних привычек доброй верной э э что бы не мешало идеальная девушка эта моя соседка по парде без руку и какой должна быть идеальная девушка а вот сидит рядом со мной красивая и умная развитое долго искал нет не очень не нацать лет идеальная девушка должна учиться на одни одиннадцатке современные музыкальные жанры можно разделить на три направления рок, поп и рэп Рэп – музыкальный жанр, который произошел от танцевального стиля регги. Одной из особенностей этого жанра есть отсутствие вокала, который заменяется на речетатив. В своих текстах рэперы затрагивают различные темы, от легких и непринужденных до серьезных, касающихся социальных проблем. Мы хотим вас познакомить с нашим земляком, который является ярким представителем хип-хоп-культуры из города Родинская. Увлечение музыкой у Валерия Гриба, он же MC Well, началось с игры на баяне. Правда, он совсем недолго посвятил себя этому занятию. Гораздо больше интерес у парня вызвал рэп. По его словам, это музыкальное направление помогает ему выплескивать эмоции, которые он не может держать в себе. В моих песнях я стараюсь вложить самого себя и жизненный опыт, который у меня был. И я знаю, что каждый, кто сталкивается с моей песней, хочется дать им мысль о том, что есть какой-то выход. Потому что каждый человек сталкивается с одинаковыми ситуациями в жизни. В жизни Валерию пришлось испытать различные трудности и через многое пройти. Так сложилось, что в детстве он был лишен отцовского внимания и материнской любви. Одиночество, боль от разочарований привели к тому, что юноша стал искать решение своих проблем в алкоголе и наркотиках. Я много раз пытался избавиться от наркотиков, от алкоголя и вообще просто оставить жизнь. Мне хотелось перемен. И каждый раз я говорил с понедельник. И каждый понедельник, когда я просыпался, ничего не изменялось. Я помню время, когда было тяжело, когда каждую секунду я думал, боже, зачем это все? Когда все отвернулись и всем было плевать, когда на улице нет снега, а дома было минус пять. И только вера помогла парню измениться. Поверив в Бога, он кардинально пересмотрел свое отношение к жизни. И теперь с помощью музыки MC Well хочет поделиться своим опытом, рассказать о том, как пережить тяготы жизни, а также уберечь молодых людей от ошибок, которые сам совершил. У меня есть большое желание что-то изменить в обществе. Принести в их жизнь какую-то определенную свободу и правильные принципы. Заложить в их основания какие-то моральные ценности. Я уверен, что каждый человек будет ошибаться, но главное никогда не сдаваться. И каждую свою ошибку или свой проигрыш я воспринимаю как возможность подняться и сделать это лучше. Сейчас молодой рэпер активно выступает за здоровый образ жизни. Он уже неоднократно принимал участие во многих концертах и фестивалях, посвященных борьбе с наркотиками. Тексты песен MC Well наполнены глубоким смыслом. С их помощью он пытается достучаться до сердца каждого из своих слушателей. Наверное, самое большое достижение, которое может быть в моей жизни, это то, что сегодня люди ко мне прислушиваются. Это, я считаю, самым большим своим достижением. В компании друзей Валера проводит большую часть времени. Когда они собираются, им не бывает скучно. Вместе отдыхают, веселятся и шутят. А еще ребята помогают рэперу снимать клипы и совершенствоваться как исполнителю. Положительно, что вообще у него очень-очень крутые песни, они всегда помогают в трудную минуту, просто, не знаю, уши радуются. Мне очень нравятся его треки, они заставляют думать о том, что ты переживаешь внутри себя, и его треки очень жизненные. Очень уважаю его творчество, уважаю то, что он пишет действительно песни, то, о чем он проходил сам, и действительно эти песни помогают переоценить многое. Я самый яростный фанат его, реально. Кстати, только близкие друзья знают о том, что МС Вэл, кроме того, что читает рэп, еще и немного поет под гитару, придуманные на ходу песни. Я устану, ты состоявшийся поэт. Я очень люблю рифмовать на ходу, но я это практикую, это чисто мое личное. Мне это очень нравится применять, и когда меня в школе спрашивали какой-то стих, и если я его не знал, то я поднимал руку и начинал говорить стих на ходу, который сам придумал. Например, я вас любил. Любовь, еще быть, может однажды постучиться в дверь. И кто же в жизни не тревожит, если ты сможешь жизнь пройти теперь? И когда солнце над луной не светит, и времени мало для нас двоих, все может быть, все будет, мы успеем. И вот так вот родился новый стих. Его треки исходят от сердца. Он не стремится стать знаменитым или заработать на этом. Главное для парня – отстоять свою идею и изменить мир к лучшему. Этой осенью Валера завершил работу над новым клипом. И прямо сейчас зрители нашей программы имеют возможность первыми посмотреть и оценить его премьеру на телевидении. Внимание на экран! В моем дворе уже давно погасли огни. В воспоминаниях всплывают разные моменты из памяти, как памятник поставленный на память, как знамя, вбитое в землю на заднем плане. Сердце, что оставлено ранее, я вспоминаю детство. Качели пыли от скуки средства и малолетство. Было постоянным бегством от жизни детской. Все это записалось в моем сердце. И в этом треке я приоткрою память и дверцу. Время его так мало было, чтобы вырасти. Уже в 12 лет я начал понимать всю глубину безмилости. Уличной жизни наивность детская была обманута лицами, дерзкими, резкими движениями. Я уходил назад на запад, сам не понимая. Оттого жизнь свою закапывал, как бы об камне данное. Мне небесами с нами разбивая ногами хорошее, что было вложено ранее. Остановитесь все, посмотрите мне в глаза. Неужели это то, что искали вы всегда? Неужели это то, для чего мы живем с вами? Если вы поняли смысл, помашите мне руками. Остановитесь все, посмотрите мне в глаза. Неужели это то, что искали вы всегда? Неужели это то, для чего мы живем с вами? Вы поняли смысл, сделайте выбор с высами. Давно знакомые мне улицы Я помню, с пацанами в подъездах сутулились Чтобы не спалиться С глазами красными на лицах Чтобы в тему вечером влиться Нужно было днем немного подсуетиться Заказывая дозу, снова теряя основу Времени оставалось мало Выбраться из этого кинозлого И если одним словом То я единственный, кто выбрался Из этого болота гнилого Теперь эти моменты Съедают мою душу Смотрю на свой город И я просто в ужасе Все рушится, жизни людей уничтожает Тупую же остановитесь, люди Прочистите уши Наркотики, разборки, пьянки Двенадцать проститутки Тринадцать уже мамки Но все забили, все в парках Церкви спят на лавках Типа не при дела Но я повторял и буду повторять слова Остановитесь все Посмотрите мне в глаза Неужели это то, что искали вы всегда? Неужели это то, для чего мы живем с вами? Если вы поняли смысл Помашите мне руками Остановитесь все Посмотрите мне в глаза Неужели это то, что искали вы всегда? Неужели это то, для чего мы живем с вами? Вы поняли смысл Сделайте выбор свой сами Ну вот программа «Выше крыши» подошла к концу Но это ничего Главное, что в следующую пятницу мы снова увидимся До скорой встречи Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok